Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Александра Лисина. Игрок. Книга первая. Пролог. «Не оглядывайся на прошлое, решив вступить за порог вечности». Совет мудреца. Признаться, жизнь перестала удивлять меня уже давно. Точнее сказать, надоела хуже горькой редьки. Своим однообразием, бесконечной чередой бессмысленных и абсолютно одинаковых дней, в которых почти ничего не происходит. И в которых постоянно чувствуешь себя, как обессилевшая муха, намертво влипшая в паутину. Поверьте, я не скучный человек. За свои неполные двадцать пять мне довелось немало попробовать и повидать, потому что с самого детства я совала нос во все события, которые только мог предложить наш небольшой городок. Сколько себя помню, мне все время надо было что-то делать. Куда-то бежать, переделывать, улучшать. Почему-то мир всегда казался мне гораздо больше, чем огороженный забором участок в десять соток. Пожалуй, школа стала первым фактором, который всерьез поколебал мою уверенность в правильности собственных устремлений. «Этого не делай, так не говори, девочкам такого знать не положено. Везде рамки, рамки и рамки, где все давным-давно предопределено». Положение не спасали даже курсы юного медика, кружок рисования, уроки пения, специально нанятый преподаватель по больным танцам. Потом было плавание, рукопашный бой, секция акробатики, модельного конструирования, вышивания, легкой атлетики, академической гребли, исторический кружок. За несколько лет я перепробовала все на свете, чтобы отыскать то, что было бы мне действительно интересно. Причем какое-то время новое занятие вызывало искреннее желание его полностью освоить, но потом что-то ломалось, что ли. Куда-то исчезал недавний интерес, и грустный мамин голос раз за разом повторял. «А ведь у тебя могло бы получиться». Еще через несколько лет пришла пора поступать в универ. Сперва на эколога, но потом неожиданно передумала и перевелась на экономический. А на второй год передумала снова и ушла учиться на программиста. К сожалению, и тут ожидания не оправдались, хотя доучиться все же пришлось. Я благополучно получила диплом, попутно ища свою стезю в журналистике, юриспруденции, спорте. Действительно, испробовала почти все, до чего могла дотянуться. Об учебе, пожалуй, рассказывать не буду, скучно. Про поиски работы тоже деликатно умолчу. Одно лишь скажу. Нашла. Поработала, постоянно мучилась все теми же сомнениями. Бросить не могла, жить ведь на что-то надо, но не оставила попыток найти что-то, что помогло бы чувствовать себя цельной. Вы, конечно, спросите, для чего столько сложностей, когда на самом деле все невероятно просто. И я отвечу. Но сначала спрошу сама. Разве у вас не бывало чувства, что все в вашей жизни распланировано? Не возникало ощущения, что вы лишние в этой жизни? Плывете по течению, но на самом деле ничего не решаете? Если да, неужели у вас ни разу не появлялось желание плюнуть на все и куда-нибудь уйти? Сделать что-то, что еще не было предусмотрено? Чего никто от вас не ждет и что вы сможете с уверенностью обозначить как ваше собственное решение? Пускай не самое умное и замечательное, но именно ваше. Если так, то вы меня поймете. И не удивитесь, почему меня на протяжении многих лет терзал один мучительный вопрос. Прожив эту жизнь до конца, хорошо или плохо, самостоятельно или нет, в счастливом браке или в тоскливом одиночестве, что будет дальше? Там, за гранью. Я дождусь на конец перерождения, уйду в небытие или останусь висеть туманным облачком полузабытых фантазий? Может, от меня больше ничего не останется, кроме быстро тускнеющих воспоминаний? Честное слово, я бы очень хотела это узнать. Вернее, именно сейчас у меня появилась реальная возможность это выяснить. Я медленно подошла к краю крыши и с возросшим любопытством уставилась на далекие домики внизу. Район здесь довольно старый, народу на улицах немного, так что никто мне не помешает. Вернее, мне уже ничто не способно помешать. Но, боже, как же тут хорошо! И как восхитительно пахнет ничем не скованная свобода, от которой кружится голова. Как легко дышится над повисшим в городе смогом и низким бетонным парапетом, за которым больше не остается никаких ограничений, только я и небо. Странно, никогда раньше не думала, что небо может быть так близко. Кажется, только руку протяни, и оно послушно ляжет в ладони. Наверное, именно этого мне так не хватало. Свободы. И об этом я всегда мечтала. «Галка, давай!» Вдруг с нетерпением крикнули мне в спину. Я в последний раз оглядела притихший двор и прокрутила в голове инструкции, а потом мне, кстати, подумала, что ветер сегодня довольно сильный, и если меня снесет на гаражи, то приземление будет не слишком приятным. И тогда... «Здравствуй, вечность! Можно я тебя о чем-то спрошу?» «Галка!» Я вздохнула и решительно оттолкнулась от парапета. Секунда. Другая. Жутковатый полет в никуда, сопровождаемый отчаянным грохотом бешено колотящегося сердца. Рывок от налетевшего, как по заказу, ветра. Еще один рывок. На этот раз заторчащий из рюкзака спасительное колечко. Внезапный хлопок от проворно распахнувшейся медузы, потянувшей за собой основной парашют. Третий мощный рывок, от которого меня мотануло в сторону. Страшно не было. Совсем. Таково уж устройство моей натуры. Я практически не умею бояться. Скорее, во мне проснулся совершенно необъяснимый восторг. Захватывающая дух ощущения свободы и искреннее желание никогда больше не возвращаться на эту землю, потому что ничего иного, кроме неба, как оказалось мне в этой жизни, не нужно. Страх не появился даже тогда, когда прямо перед носом промелькнула и запуталась в стропах суматошно каркнувшая ворона. Когда белоснежный парашют качнулся в сторону и зацепил линию электропередач. Страх не пришел, когда снизу, с угрожающей скоростью, надвинулись металлические гаражи, а чудом выпутавшаяся птица с хриплым клекотом рухнула мне на голову, избавив от ужасающе великолепного зрелища быстро приближающейся земли. «Так что же будет дальше?» — только успела подумать я. А потом все-таки закрыла глаза и тихо вздохнула, остро сожалея лишь об одном. До чего же нелепо умирать вот так, ничего до конца не выяснив. Отступление первое. Неизвестно где и неизвестно когда. «Здравствуй, брат», — ровный ракочущий голос разрезает безмолвное пространство, как ножом. «Ты, как всегда, не торопишься. Зачем звал?» — отзывается ему из пустоты, как из могильного склепа чей-то смертельно усталый баритон, довольно молодой, но полный странного безразличия, если не сказать абсолютнейшего равнодушия. «Кажется, мы все с тобой решили. Я ни за этим не злись. Не злюсь. Давно забыл, как это делается. Зачем ты меня потревожил? Хочу предложить новую игру. Опять!» — невидимый собеседник явно морщится. «Тебе не кажется, что это бесполезно?» «Прохочущий бас издает странный смешок. Хочешь сказать, ты сдался?» «Я устал от неудач. И ты зря надеешься, что новая игра что-то изменит. На этот раз все будет по-другому. Ты говорил так в прошлую игру. У молодого, кажется, нет ни малейшего желания спорить. И в позапрошлую тоже. Я слышу это от тебя уже который век. Теперь все изменится. Отчего-то упорствует бас. Я нашел третьего игрока. И кто теперь?» — в голосе молодого впервые слышится легкая насмешка. «Воин. Певец. Ребенок. Если ты помнишь, мы уже все перепробовали, и результат всегда одинаковый. У тебя короткая память, брат. Тот раз не считается. Ты выиграл случайно. Слегка оживляется молодой. К тому же тот игрок был единственным, кто смог пройти до конца. Его наследие до сих пор живо. Сухо напоминает бас. Даже твоим марионеткам не удается стереть его с лица земли. Сомнительное наследие, которое не нужно даже тебе. «Ты закончил?» — еще суше осведомляется бас. «Будешь слушать дальше, или я возвращаюсь к себе?» Молодой на мгновение задумывается. «Хорошо. Говори. Я предлагаю изменить правила». Неожиданно заявляет бас и издает хрипловатый смешок. «Пусть на этот раз игрок справляется сам. Никакой помощи, никаких подсказок, советов или намеков. Он идет совершенно один. Влиять на него не будешь ни ты, ни я. А ты удержишься». С нескрываемым ехидством осведомляется молодой и слышит в ответ недовольный рык. «Хорошо. Хорошо. Верю. Вернее, я тебе поверю, если услышу причину такого решения». «Игрок необычный». Неохотно признается бас, снова возвращая себе человеческий голос. «У нас такого еще не было, поэтому и хочу попытаться. Что ты имеешь в виду?» «Увидишь». Уклончиво отвечает бас, словно не замечая проснувшегося интереса собеседника. «Раньше мы искали только силу. Потом стали искать силу и мудрость. Затем попытались использовать юность, но это ничего не дало. Теперь игрок будет иным. К тому же он не знает о правилах и об игре. Обман?» Вдруг нахмуривается молодой, и от этого в пустоте проскальзывают опасные огненные искры, а где-то неподалеку гремит беззвучный гром. Бас несколько отдаляется, словно не желая с ним сталкиваться, но потом спешит прояснить. «Просто воля случая. Только игрок и его путь. Возможно, это и есть выход». «Так что ты решил?» С нетерпением спрашивает бас, напряженно ожидая ответа. «Я устал держать на плечах равновесие», — вздыхает молодой. «С таким помощником, как ты. Хорошо. Приводи своего игрока, но если нарушишь правила...» «Я помню, ты меня сразу испепелишь, и останешься держать небо еще одну вечность. Только теперь в одиночестве». Довольно рыкает бас и с нескрываемым торжеством добавляет. «Вот увидишь, это будет интересная игра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова